В Киеве ровно 6 вечера и как всегда в это время на канале БТБ новости. Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками по поводу применения боевиками против вооруженных сил Украины установок ГРАД российского производства. Глава государства заявил, что все причастные к расстрелу украинских военных будут найдены и уничтожены. За каждую жизнь наших военных боевики заплатят десятками и сотнями своих. Ни один террорист не избежит ответственности. Каждый получит по заслугам. Напомню, 19 украинских военных погибли, 93 получили ранения в результате обстрела боевиками с системы залпового огня ГРАД подразделений сил антитеррористической операции в районе поселка Зеленополье Донецкой области. Об этом сообщил руководитель управления информационной безопасности при Национальной гвардии Украины Юрий Стэц. Обстрел велся со стороны государственной границы с Россией. При обстреле террористами позиций пограничников в Луганской области погибло четверо военнослужащих. Об этом сообщает Госпогранслужба. Среди убитых замначальника Восточного регионального управления полковник Игорь Момут. Боевики стреляли по позициям пограничников из установки ГРАД. Четверо горняков погибли и 16 ранены в результате попадания снаряда в автобус в Червонопартизанске. Как рассказывают свидетели, транспортное средство буквально разорвало на две части. Подробности произошедшего выясняют. В целях недопущения подобных трагедий компания, которой принадлежит автобус, приняла решение при остановке работы ряда предприятий в регионе. В городе Краснодон Луганской области в результате попадания снаряда на территорию шахты погиб мужчина, две женщины получили ранение. Это произошло в 6 утра. Сейчас пострадавшие находятся в центральной клинической больнице Краснодона. В результате инцидента полностью уничтожен контрольно-пропускной пункт предприятия. В одном из цехов разрушена крыша. Также разгромлены подсобные помещения. Массовой гибели людей не произошло по причине того, что рабочий день на шахте начинается в 7 утра и в момент попадания снарядов работников на предприятии еще не было. Тяжелая артиллерия обстреливает город Дзержинск. Об этом сообщает Донецкая обладминистрация. Также террористы захватили помещение главного управления государственной казначейской службы Украины в Луганской области. Работников взяли в заложники. А в Артемовске вооруженные бандиты напали на блокпост силовиков. В результате убито пятеро боевиков. С украинской стороны потерь нет. Один военный ранен. Террористы также обстреляли Донецкий аэропорт. Украинские силовики атаку отбили. Боевики взорвали два автомобильных моста над железнодорожными путями на Донбассе. Информация о терактах поступила от местных жителей. Сначала они разрушили транспортный переход на трассе Лисичанск-Северск. В результате один пролет упал на железнодорожные пути. А спустя час в районе станции Майорская бандиты взорвали мост на дороге Горловка-Дзержинск. Обломки путепровода перекрыли движение на перегоне Никитовка-Делиева. Напомню, в понедельник российские диверсанты подняли в воздух мост недалеко от Славянска, по которому ехал грузовой поезд. С целью провокации террористы продолжают обстреливать населенные пункты на российской территории возле пункта пропуска Должанский. Кроме того, боевики минируют и взрывают железнодорожные пути в восточных областях. Однако вооруженным силам Украины удалось взять под контроль погранпункт Изварина Луганской области. Три транзитных коридора созданы для бесплатного выезда населения из зоны проведения антитеррористической операции. Организованы государственные пункты в городах Красноармейск, в Донецкой, Сватово, в Луганской и Барвинково в Харьковской областях. Из зоны антитеррористической операции можно уехать бесплатно по заказу координационного штаба. Мининфраструктура предоставляет для перевозки людей необходимое количество железнодорожных вагонов. Министр инфраструктуры Максим Бурбак также напомнил о работе правительственной телефонной линии, где предоставляется вся необходимая информация для переселенцев. Ее номер 0800 507 309. А в освобожденные от террористов города мирная жизнь понемногу возрождается. В Славянске, несмотря на то, что там почти полностью разрушена инфраструктура и все коммуникации, люди возвращаются в свои дома. Регионы Украины уже оказали первую гуманитарную помощь. Мощины самым необходимым отправились из Харькова, Чернигово, Житомира, Кировограда, Запорожья, Днепропетровска, Николаева, Сумы, Черкас. Поэтому политики и эксперты уверены, сейчас не время искать виновных. Надо всем объединиться и помочь пострадавшим. Нужно восстанавливать социальную инфраструктуру и рабочие места. Нужно давать перспективу району и преодолевать ту психологическую травму, которую получили жители этого региона. Нам необходимо вернуть их в большую украинскую семью. Они должны чувствовать, что вся Украина сегодня с ними. Мы можем мобилизовать и направить специалистов, которых критически не хватает в этом регионе. Это электрики, сантехники, специалисты по газу. То это направление на этом этапе может сыграть очень большую положительную и буквально материальную роль. Эти люди просто помогут городам, населённым пунктам оставить инфраструктуру. Там не хватает рук, не хватает специалистов. Формировать новую государственную региональную политику Украине помогут эксперты из Евросоюза. Сегодня в рамках этих договорённостей вице-премьер-министр Владимир Гройсман провёл первые консультации с западными специалистами. Представители Евросоюза поделились своим опытом и оценили ближайшие шаги Украины на пути децентрализации и передачи властных полномочий на места. По словам Гройсмана, в планах правительства до конца года завершить реформу системы управления страной. Напомню, на прошлой неделе Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила правительственный законопроект об основах государственной региональной политики. Я очень хочу, чтобы все изменения, касающиеся системы управления страной, и это предусмотрено нашим планом, произошли в 2014 году. На это нужно рассчитывать и на это нужно нацелиться. В Украине стартовала вступительная кампания. В этом году в вузах Донецкой и Луганской областей её продлили на полтора месяца. Приём документов там будет продолжаться до 7 сентября. Вступительные экзамены закончатся лишь 15 сентября. Остальные же учебные заведения Украины будут принимать документы в обычные сроки на протяжении двух недель до 24 июля. А 1 августа состоятся финальные экзамены. Для абитуриентов из Крыма в украинских вузах предусмотрели около 600 мест государственного заказа. Если университет, в который подадут документы крымские абитуриенты, посчитает, что претендент слишком слаб для обучения в этом вузе, или же слишком много людей из Крыма, имеющих баллы выше, уже поступили, тогда университет должен будет обратиться в министерство, чтобы этим абитуриентам предложили место обучения в другом вузе по избранной специальности. Искусство во время кризиса или о чем мечтают современные украинцы? Ответ на этот вопрос можно найти на выставке «Новая украинская мечта», стартовавшей сегодня в Киеве. На открытии выставки побывала наш корреспондент Тамара Кононенко. За последние полгода в Украине произошли кардинальные изменения. Наша страна стала на абсолютно новый путь развития. Но куда она движется? На этот вопрос попытались ответить более 40 украинских художников, которые показали свое видение новой украинской мечты. «Новая украинская мечта» — необычный арт-проект. Работы, представленные здесь, — это и своеобразный отвлек на события последних месяцев, и попытка представить мечту обновленной Украины. Кто как не художники, как провозвестники всего нового, как люди, которые могут заглянуть в будущее, кто как не они могут ответить на этот вопрос? Большинство картин и инсталляций авторы создавали специально для этой выставки. Вошли сюда и уже известные работы, созвучные с общей идеей. Так, картина «Пляж и берег», которую художник Виктор Сидоренко начал писать еще в 2004 году, сегодня оказалась актуальной как никогда, рассказывает куратор арт-проекта, известный искусствовед Александр Соловьев. «Он вернулся к этому проекту после известных событий, после аннексии Крыма. И стал его, как бы, ну, чуть-чуть его дописал, и мы решили его показать. С одной стороны, это уже как бы ностальгия, с другой стороны, это мечта, чтобы это все, опять же, никуда не уходило». На протяжении всего времени работы выставки будет проходить сбор средств для вынужденных переселенцев. Собранные деньги планируют потратить на размещение переселенцев в Днепропетровском транзитном центре, а также на продукты питания и предметы первой необходимости. «Мы обращаемся ко всем, что любая поддержка, одна, две, три гривны, которые вы можете вложить для того, чтобы поддержать это такое благое начинание, это именно тот вклад, который может протянуть руку помощи и дать вот такой лучик надежды для того, чтобы люди понимали, что они не одни, их поддержат, они могут дальше строить свою жизнь». Несмотря на то, что все авторы очень разные, многие работы посвящены одной мечте – о мире безопасности и стабильности. Как говорит одна из самых необычных инсталляций выставки, главное на пути к новой мечте – это не повторять старые ошибки и не наступать на одни и те же грабли. Тамара Каноненко, Станислав Кропольницкий, БТБ. Полномочия фонда гарантирования вкладов расширены. Соответствующие изменения к закону о системе гарантирования вкладов вступили в силу сегодня. Они предусматривают создание переходного банка, куда будут передаваться активы и обязательства неплативспроможенных финучреждений. Прописанное участие государства в процессе ликвидации проблемных финучреждений, а также упрощена процедура реализации их имущества. Повысится и социальная защита вкладчиков. В период действия временной администрации уполномоченное лицо фонда получает право выплачивать алименты, пенсии, стипендии и другие соцвыплаты. В целом, новшества призваны усовершенствовать механизмы возврата и гарантирования вкладов, а это будет способствовать повышению доверия населения к банковской системе. Надеюсь, ваше доверие к нам повышается с каждым выпуском. Именно для этого мы и работаем. Спасибо, что были с нами. До встречи ровно через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова